А вот жители пригорода Ак-Тубе каждый день рискуют жизнью, переходя через рельсы и зачастую под поездами. Дело в том, что единственная дорога, связывающая людей с центром поселка, в котором находятся все жизненно важные объекты, пролегает через ЖД-пути. На станции отсутствуют специальные переходы и надземные конструкции. Также там неделями стоят составы грузовых поездов. Айсулу Махмутова разбиралась. Только через эти пути можно добраться до детского сада, школы, больницы, магазинов, аптек и ближайшей автобусной остановки. И так было всегда, вспоминает Анастасия Артыкбаева. Женщина живет в постоянном страхе за своих детей. Ситуация усугубляется еще и тем, что на станции Курайли периодически бросают целые составы грузовых поездов. Людям приходится пролезать под вагонами. Элементарно за булкой хлеба нам туда приходится ходить. Под поездами. А если человек глухой будет идти и не услышит даже, что там сигналят. Здесь уже сколько лет люди живут. Извиняюсь, здесь расстраиваются, все земли дают, строят. Неужели нельзя эту проблему устранить как-то? Брошенными на произвол судьбы чувствуют себя и другие жители станции. Большинство из них пенсионеры, инвалиды и дети школьного возраста. Раньше у нас поезда, их расцепки делали. Мы могли хоть как-то детей в школу, в садик с колясками, с велосипедом, могли хоть в магазин как-то поехать. А сейчас вообще они поезда не расцепляют, а вагоны очень низкие. Когда мы пролезаем, на коленках ползаем, а там еще щебень. Уже несколько лет люди пишут письма в соответствующие органы. В качестве решения проблемы им предлагают обходить пути через соседние населенные пункты, преодолевая несколько километров. Во избежание ответственности в случае ЧП здесь даже установили запрещающие знаки, говорят местные жители. На месте событий недавно побывали все стороны конфликта. Людям обещали помочь. Сотрудники полиции направили письмо в адрес местного филиала Казахстан-Темржола. В течение месяца должны устранить указанные засады. В случае не устранения условий причин, способствующих правонарушениям, будут они привлечь к административной ответственности. Между тем, у железнодорожников на этот счет свое мнение. На железной дороге нет понятия пешеходного перехода. Единственный выход – это строительство пешеходного моста. Но у нас даже для этого средства не предусмотрено. Это входит в компетенцию местных исполнительных органов. Представители Акимата, в свою очередь, обещают взять вопрос на контроль. Станция Курайле будет включена в список участков, которые требуют строительства надземного пешеходного перехода. Мы в текущем году планируем начать разработку проектно-смертной документации. До конца текущего года, либо в начале следующего года получим положительные заключения, уже будем сразу планировать на строительство. Это будет, наверное, второй-третий квартал следующего года. А пока госслужащие ждут подходящего случая для решения проблемы, на железной дороге продолжают гибнуть люди. По информации Лениного отдела полиции, с начала года при переходе ЖД путей в неустановленных местах скончались трое актюбинцев. Кроме того, специалистами зарегистрировано 34 факта экстренного торможения поездов. В 14 случаях из-за нахождения на рельсах посторонних лиц. В общей сложности 700 человек привлечено к административной ответственности. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев. Итоги дня. Актюбе.